денис приветствую тебя привет всем торговая сессия четверга наша с тобой традиционная встреча первое в новом году и прям под очень важные события на рынках данные по инфляции сша то есть понятное дело что сегодня уже скучать не придется волатильность будет я не сомневаюсь что существенно выше средних значений заранее опять же друзья готовить к таким новостям и понимать что они повлияют на динамику всех финансовых активов пожалуйста контролируйте риски это очень важно в целом денис как ожидаешь сегодня серьезных мощных движений буквально ну понятно дело что доллар точно покажет ну конечно же доллар зацепит и другие инструменты валютного рынка либо полагаю что сегодня все будет тихо нейтральная реакция и будем работать с тем что накопилось до этого буквально пару слов пару мыслей ну глядя на индекс доллара то и его на торговку у меня мысли что может таки пойти в небольшое укрепление ну и следовательно остальные валюты много припадут против него потому что скажем по опционам ситуация нейтральная в основном а по объемам то еще с начала недели особенно вот вчерашним днем закидывать неплохие объемы на продажу остальных валют против доллара поэтому я думаю что могут могут припасть в общем сегодня реакция доллара по факту выхода такого важного отчета она на мой взгляд в любом случае будет предполагать движение в обоих направлениях и только после этого рынок устаканится стабилизируется и уже будет действовать в рамках какой-то новой наметившейся тенденции есть но поскольку сегодня данные по инфляции я предлагаю если есть у тебя возможность какие-нибудь интересные уровни паттерны посмотреть на валюту которая точно отреагирует на этот отчет это пару евро доллар ну понятное дело что можно еще глянуть индекс доллара которые на сто процентов можно сказать коррелируют между собой евро доллар и индекс доллар мы с тобой традиционно бы рассматриваем связки можем сегодня также посмотреть на британскую валюту и можем оценить ситуацию на рынке нефти тоже до них уже не говорили про нефтянку что там произошло что но не против такого ассортимента я всегда за давай тогда начнем с меня демонстрация экрана так индекс доллара 102 пункта ровно очень такой значимый рубеж если говорить целом про последние торговой сессии мы вот общимся в коридоре 102 150 уже довольно длительный период времени и рынок нуждается в катализаторах чтобы выскочить из этого коридора поэтому я как уже отметил сегодня без сомнений уверен то что закрытие будет на существенно отличных от текущих значений уровнях но я не знаешь я разделяю точку зрения того что индекс доллара может перейти к развитию дальнейшего снижения я очень давно уже ориентируясь на цель того что доллар должен картируется индекс доллара в районе 100 пунктов может быть это такие субъективные порывные ожидания но мне хочется видеть доллар с учетом того фундаментального фона который сложился я думаю что как бы сейчас не менялась очень сильно вероятности изменения процентной ставки в марте ее снижение резерва американский регулятор все-таки согласует думаю что первое снижение ставки на 25 пунктов в конце первого квартала но для того чтобы вероятность этого выросла сегодня мы должны увидеть продолжение тенденции снижения традиционного давления я рекомендую смотреть на базовую инфляцию которую не учитывает волатильные компоненты такие как цены на энергоносители и продовольственные товары по прогнозам ожидать снижение со 4 до 3 8 процентов думаю что фактически показатель может даже еще ниже 3 7 и если есть ожидания подтвердятся уже реальными цифрами наверное покупателям будет очень трудно сохранить инициативу удержать доллар выше 102 пунктов поэтому предполагаю что после всплеска волатильности который точно будет все-таки к концу недели ситуация стаканится и доллар а перейдет к снижению в частности еще очень большой акцент я делаю на доходности американских облигаций потому что не сомневаюсь что сегодня когда выйдет отчет по инфляции рынок переосмыслит вообще вероятность смягчения экономической политики в сша и это может тоже потенциально оказать давление доходности американских облигаций так вот пару слов буквально если друзья вам интересен рынок драгоценных металлов с которым у трежерис обратно корреляция вы сегодня тоже будьте бдительны внимательно смотреть за тем как меняются уровни анализируйте сантимент который доступен всем клиентам компании а маркетскому интересно и готовьтесь уже принимать торговые решения потому что думаю что сегодня условия для трейдинга по рынку драгоценных металлов могут сформироваться поэтому по индексу доллару жду дальнейшее снижение разумеется если я ориентируюсь на слабости доллара по евро напротив смотрю по бычьему ожидаю что пара евро доллар должна закрепиться выше отметки 1 10 и полагаю что через неделю-две мы будем уже привыкать к этим значениям и смотреть на уровне повыше я рассматриваю сейчас пару доллар точнее евро против доллара как одна из возможностей торговли контрастом монетарных политиков думаю что и цб действительно будет отстающим регулятором по именно идеи о смягчении экономической политики только лишь потому что данные по инфляции еврозоне которые вышли на прошлой неделе указали на повторный рост этого показателя и если тенденция сохранится то европейскому центральную банку априори придется удерживать ставки высокими порез же как мы понимаем увидим получая поддержку от снижения инфляционного давления может быть более вальяжным в этом плане и позволить себе изменить политику раньше чем это сделать другие центральные банки так что касается британской валюты вчера у нас нужно сказать спасибо главе банка англии эндрю бейли который выступал в парламенте и как и ожидали покупатели все-таки допустил возможность не только сохранение ставки высокой длительный период времени но и дополнительное ее повышение потому что обозначил ключевую и приоритетнейшую задачу это борьба с инфляцией у нас кстати завтра еще будет блок статистики из англии по промышленному производству по ввп я думаю что эти данные если совпадутся прогнозами экспертов ожидания очень хорошие будут еще одним стимулом для покупки британской валюты и даже сейчас если анализировать вот этот четырехчасовой таймфрейм и выставлен пункта ну явно просится чтобы обновить максимум многомесячные на отметке 1.28 и прорваться выше если сегодня данные по инфляции сша не разочарует то тогда будем уже поджидать пару фунт долларов поближе к отметке 1.29 и прямо долгосрочные цели которые я возможно на одном из наших с тобой совместных выпусков комментировал это отметка 1.30 и рынок нефти здесь я сохраняю исключительно такой пессимистичный взгляд на нефтяна я считаю что если бы покупатели имели достаточно намерений чтобы затащить бренда выше текущих уровней выше 80 долларов за баррель они бы это уже сделали потому что насколько можно обсуждать фон связанный с геополитикой с красным морем с проблемами судоходства и так далее нужно наверное уже признать что эта новость вряд ли уже станет источником повышенной владельности нефти а с другой стороны негативный фон он усиливается это и рост добычи в странах опек плюс последний отчет то что производство увеличилось в декабре на 70 тысяч баррелей вот это неожиданное решение саудовской аравии снизить опустные цены для партнеров из европы азии сша это доказательство того что спрос снижается вчерашний отчет администрации энергетической информации по росту запасов по нефти сша тоже логично учитывая что производство нефти штатов бьет рекорды уже превышает 13 миллионов баррелей как бы не оказалось так что в начале этого года и к середине мы вообще будем говорить избытки предложения на фоне снижения спроса и замедления темпом экономического роста поэтому предлагаю пока что смотреть на бренд как инструмент может развить нисходящую динамику и кстати в рамках этой недели потенциально снизится в район 75 а в среднесрочной перспективе нацелиться на движение в район 70 долларов за бар так денис слово передаю тебе так ну что ж я не совсем если честно на этот раз разделяю точку зрения касательно индекса доллара объясню почему да в целом евро у нас находится в восходящем канале здесь это факт а дело в том что при его снижении цена фактически уперлась в недельные опционные хеджи от них локальный отскок был но опять-таки цена находится во флете уже вторую неделю то есть как год у нас начался там немного буквально вот сделал сделали импульс вниз припали после этого постоянно во флете во флете то есть не было никаких прорывов ничего а когда вчера вот маленький локальный рост произошел то внутри него были достаточно крупные объемы которые сосредоточены в самой верхушке вот этой восходящей свечи и на у них перекос сделан по биту то есть это рыночные продавцы они обычно так работают то есть цена может по инерции еще добивать выше а потом резко в один момент и и обваливают так в основном это в том случае если работа происходит по битам то есть рыночные продажи если бы наоборот было по аском тут подобные вещи могут потом и проталкивать но по битам чаще все-таки разворачивают нечто аналогично было кстати говоря вот здесь вот когда цена зашла вот к сильным таким стратегическим уровнем сопротивления мы видим то же самое было перекос был сделан хороший по битам там по инерции вот еще чуть чуть выше цена прошла и вот результат поэтому здесь я думаю что плюс минус где-то такое же могут нам устроить и в целом то есть я ожидаю снижения в район 1 0 8 то есть такое достаточно глубокое касательно того может ли быть добой выше да и здесь то есть я просматривал насколько выше что у нас там есть какое там открытый интерес то получается где-то район 1 10 50 то есть это это тот вариант на случае если все-таки сделают нам добой выше это больше все-таки к альтернативным варианту здесь его отношу то есть основной приоритетами остается на движение к 1 0 8 буквально стекущих ей и альтернатива это если все-таки на новостях попытается добить выше то это где-то один 10 50 а затем уже будем искать на сигналы на снижение почему потому что сюда у нас попадает помимо маржинальной зоны также попадает еще и стратегический уровень сопротивления плюс опционных это же заливки то есть у нас здесь и по неделькам и по месяцам есть так что диапазон на самом деле достаточно сильный а по поводу фунта значит по фунту я склоняюсь точно также к развитию нисходящей тенденции почему у нас было сделано еще на прошлой неделе вот самого начала точнее даже прошлой неделе было сделано перекрытие полного сегмента вниз то есть цена смогла полностью перекрыть вниз весь предыдущий рот цикл роста и с учетом вот это вот последний значимой коррекции то есть эта штука называется перекрытие сегмента либо паттерн перепозиционирования на продажу сейчас у нас по сути всю эту неделю происходит сплошное флетовое движение то вниз то вверх то есть толком нету последовательности и здесь чаще всего подобных делах то в семидесяти процентах случаев при перекрытии сегмента вниз у нас будет развиваться точно также нисходящая тенденция в плане дальнейшего роста здесь даже толком нету никаких серьезных заливок на то чтобы этот рост сильно состоялся максимум куда могут добить но по моему мнению это на ретест не более чем ложный пробой вот примерно там один двадцать восемь с половиной тем более там недалеко находится там грубо говоря в 100 пунктах и затем все равно движение вниз то есть здесь я буду смотреть именно по дополнительным сигналам то есть должны быть еще объемы залиты какие-нибудь кульминации сделаны потому что пока что здесь из существенных объемов у нас ничего нету так что в целом точно такой же вариант как как и по евро буквально либо с текущих либо после добоев все равно ожидает движение вниз что по евро что по фунту у меня приблизительно одна и та же картина вырисовывается а вот что касается нефти здесь у нас вчера была сделана достаточно такое мощное бы сказал импульсное движение вниз причем перекосы здесь были сделаны по битам то есть это были рыночные продажи цена смогла закрепиться ниже но в рамках если смотреть такого более позиционно то у нас цена во флете вот начиная как раз еще самого конца прошлого года то есть с конца декабря нет никакой направленности мы четко видим просто тестируют границы вверх-вниз вверх-вниз то есть никакой направленности здесь нет и с учетом того что вчера были залиты очень крупные объемы вот они у нас такие вот теперь перекосы были сделаны в сторону здесь и покупки и продажи то есть вот они и по бидам и по и по аскам заливались вот но первичную реакцию здесь все-таки смогли дать вверх поэтому при таком раскладе я больше склоняюсь к вариант что попытаются протестировать хотя бы ближайшее сопротивление железо сопротивление у нас находится в районе уровня 76 долларов за баррель это нефть марки в этой значит по опционам я смотрел уже вверху внизу да у нас есть и в заливке внизу в районе 60 долларов за баррель но это с экспирацией в середине февраля месяца то есть еще месяц для этого есть вот но и то же самое есть и вверху если брать общее количество то за рост по опционам то почти в полтора раза больше все таки колов чем путов на ближайшие у нас три опционных контракт поэтому я думаю что все таки нас локально попытается сделать рост тем более если еще глянуть такой очень простой способ накинуть такую крупную трендовую вниз то у нас она уже была вначале пробита вот здесь вот потом цена такой очень извращенный вариант ложного пробуя получился то есть она снова вернулась вниз и потом опять произошел выход и тест с обратной стороны поэтому я все таки склоняюсь к вариант что ее попытались такие пробить и если здесь дополнительно сделают зонку покупателей тогда уже можно будет новые покупки рассматривать дополнительно значит плюс ко всему кстати говоря здесь еще у нас вот такая вот зонка покупателей тоже сформирована цена ее вчера тестировала там достаточно большой точностью это в районе 71 16 и нижняя граница уже в районе 70 10 вот такая вот зонка покупателей у нас сформирована поэтому те покупки которые у меня были открыты еще вот с начала недели я их на рынке сохраняю выбит по безубытку плевать потом буду тогда смотреть перезаход внизу в районе вот этой вот зонки поддержки сочетаемая с контрольно-маржинальной зоной тогда уже буду смотреть отсюда ну а пока что в общем вот такой сценарий у меня приоритетен сильно глубокого снижения честно я пока особо не ожидаю то есть более склонен здесь хотя бы к локальному росту даже с учетом всего фундаментального фона я тоже считал того что саудиты для европейских покупателей снизили цены но рынок нефти толком в этот момент когда то есть вышла эта новость и открылся рынок то особо никаких изменений у нас не было наоборот даже мы увидели что локально нам организовали вот пусть небольшой даже но все-таки рост был сделан первая реакция понятно что негативно вот у нас 8 число началось текущей неделе там немного негатив и потом вот объемы на откуп поэтому здесь аналогичные даже более сильный объем мы получили так что я буду ждать либо сколько отсюда если уже без убиток выбит тогда от сильной поддержки отсюда буду смотреть на перезаход денис спасибо тебе за рекомендации ну что то что позиции расходятся по технике по фундаменту это доказывает насколько сейчас в целом не определенная картина на рынке и я думаю что с такой болью сталкиваются что делать практически все трейдеры активность действительно сейчас не очень высокая потому что но все ждут именно реальной реакции на данные по инфляции потом уже будут принимать решение как действовать торговать мы с тобой видимся каждую неделю поэтому на следующей неделе четверг снова обсудим как что там произошло и при необходимости скорректировать наши взгляды средне долгосрочные и подскажем нашу подписчику в принципе как что можно делать как действовать дальше денис тебе тогда исключительно успешного закрытия недели правильной и нужной реакции на данные по инфляции и классных выходных спасибо тебе за уделенное время и анализ тех инструментов которые мы провели спасибо большое тебе и нашим подписчикам конечно же взаимно до встречи хорошей всем недели пока пока